вот такая вот запечатанная штука с таким конвертиком здесь идут сразу две игры ну то есть это такой пак просто на две игры они существуют и отдельные естественно каждая продавалась сама по себе но потом они сделали я вот нашел такой пак и решил почему бы не взять более цена была хорошая новенькие запечатаны и еще есть причина почему потому что у меня есть у меня было отдельно экзиле которая входит сюда первая часть тэйлс оф экзиле вот в таком виде я ее купил здесь у нее есть два диска саундтрек сама игра ну и стандартный мануал я думал что это ну вот так в таком виде это издание было но оказалось что я был не совсем прав как минимум у него не хватало у этого издания не хватало картонного вот этого рукавчика и ну возможно там что-то еще есть я вам предлагаю сейчас вместе со мной открыть распечатать это издание и посмотреть что туда входит и что мы там вообще интересно увидим прежде чем перейти к подробному осмотру издания хотел бы сказать что серия тэйлс серия игр тэйлс это наверное одна из моих любимых серий по в жанре g rpg g rpg это тэйлс это бомба я специально молчу некоторое время чтобы вы послушали что происходит у меня и так каждый день дети орут жена у него какой-то сумасшедшая она тоже кричит как сумасшедшая я надеюсь это вас не раздражает сейчас я надеюсь поскольку микрофон я настроил так чтобы он динамически повышал подавлял звук то надеюсь когда я говорю хотя бы их не слышно почему мне нравится серия тэйлс потому что ну она соблюдает такой некий баланс например в финалке те же до до там вот последний пятнадцатый там бои были рандом энкаунтер вот так называемые они уже в наше время немножечко ну даже я хоть я и люблю финалки и все это вообще абсолютно без проблем с удовольствием сейчас могу поиграть десятую я кстати перепрохожу часов восемьдесят наверное уже наиграно в 10 до 13 ну каждая по своему в принципе ok и старые могу перепройти очень жду седьмую но вот все-таки этот рандом энкаунтер который вот эти бои появляющиеся просто из воздуха они немножечко нет в рук кстати в 12 в 12 не 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 с 15 а в 12 уже уже бить был была возможность видеть врагов и отбежать то есть они не появлялись просто из воздуха да вот я забыл об этом кстати 12 тоже не в свое время нравилось на playstation 2 и и это с удовольствием прошел а здесь как-то вот похоже кстати на 12 по поводу того что ты видишь врагов и можешь как бит отбежать но сам бой другой сам бой более динамичный такой то есть вы практически в реальном времени там нет такого что ты атака задал там атаку задал там магию кунти он кастует а ты грубо говоря выполняешь в реальном времени эти движения и действия и плюс сюжеты клевые сюжеты иногда офигенный стиль мне нравится ну не каждая часть она немножко отличается по-своему но вот мои любимые тейлз обе и вот берсерию я недавно тыл супер серии это последняя на данный момент игра я вот ее прошел прямо ну кайфанул по полной программе да уже графон немного хочется но нового чего-то более навороченного но сюжет постановка все довольно клёво там персонажи обалденное то как они между собой там общаются тем более берсерия по моему начиная с зистерии берсерия и вот сейчас переиздание висперия там уже русский язык появился поэтому кто никогда не пробовал очень советую ознакомиться можно начать с любой из этих частей ну наверное посоветовал с берсерии начать потому что она прям такая для для начинающего она прям очень такая дружелюбная ладно опять я много говорю прошу прощения ну первый ролик потом пойму сколько нужно говорить столько сколько нужно игр осматривать давайте перейдем все-таки более близкому осмотру распечатки у нас тут и анбоксинг свои брат своеобразно сегодня получится посмотрим что внутри ну что же момент истины настал будем открывать это издание но наверное уже порядка месяца а то и больше находится у меня до больше по моему полтора наверно и все я специально не открывал его хотел именно сделать это на запись на записи ролика для вас открыть вместе с вами значит нам требуется резачок хочу вот наверное да наверное сохранить здесь пластик не удастся потому что этот уголок потом ничего с ним сделал опять у меня дети кричат так нужно все таки как-то его аккуратнее стилбук там такая вещь которая не любит когда по нему ножом проводит поэтому вот так вот уголок просто сделал я очень надеюсь что вам все видно потому что блин это будет очень обидно если все это испортится так пленочку мы сняли уголок у нас остался все равно и это такой небольшой приятный бонус ничего конечно же особенного но все же хоть что-то и перед нами предстает две версии двух шикарных игр первая и вторая часть tales of exilia day one edition и day one edition здесь у нас стилбук чувствуется тяжеленькая приятная вещица здесь у нас не не стилбук в картонном таком конверте и они тоже запечатаны в свою очередь оба поэтому но придется их распечатывать я кстати хотел по этому поводу тоже с вами пообщаться я знаю что для коллекционеров в основном большинство коллекционеров они любят силдовые вещи любят оставлять нетронутыми какие-то экспонаты потому что ну естественно со временем они становятся дороже и если вещь силдовая запечатанная то соответственно она еще дороже чем распечатанный экземпляр я знаю что многие хранят но знаете в моем случае это каторга своеобразная то есть я не могу я не могу просто вот иметь какую-то вещь и не посмотреть что в ней внутри у меня не хватает терпения да и собственно я наверное эти вещи собираю не для того чтобы в какой-то момент их продать и разбогатеть поэтому мне больше доставляет удовольствие именно вот их открывать смотреть что внутри ну по крайне в любом случае я стараюсь сохранять вот здесь как видите сейчас пленочку разрезал я попробую оставить этот диск в пленочке пусть он будет и раз хоть не силдовый уже но по крайней мере он будет в хорошем состоянии вот это это я люблю делать вот эту штуку неудобно открывать то есть я стараюсь отношусь к таким вещам стараюсь относиться максимально бережно потому что но все таки коллекционные вещи они для коллекционеров очень ценны все достал я то что внутри у нас здесь идет стандартная игра диск точнее с игрой такой как я вам показывал сейчас покажу еще раз вот они внутри да давайте как-то тогда по очереди действительно вам же нужно показать будет это хотя он здесь кстати немножко распечатался уже но все равно он с этой пленочкой вот вот этот я могу оставить силдовый в принципе наверное я еще подумаю если допустим кому-то из коллекционеров коллег понадобится такой и там не знаю будет вариант с ним поменяться то может быть я тогда его отдам этот себе оставлю но то не полностью идентичны здесь даже вот желтая надпись как видите не не может продаваться отдельно написано то есть что говорит нам о том что это издание конкретно такой вот диск он идет в каком-то коллекционном наборчики значит на этом диске у нас тоже black label но видите щелочки сразу по ним можно понять что издание в котором есть вставка под второй диск то есть два диска внутри и так она есть вот за вот эту вставочку я говорил это как раз есть у нас вставочка с саундтреком саундтрек и сама игра здесь вот есть нет некое подобие арта сзади но она очень очень простенько очень скудненько но с другой стороны все равно лучше чем просто белая прибила здесь видите какие-то листики такое что-то здесь у нас всякая фигня рекламная регистрационные коды и мануал с другой стороны мануала мануала у нас реклама не но куни написано что уже доступно но на данное время так уж точно но на момент выхода экзити тоже был доступно и вот здесь рекламка черно-белый кстати мануал рекламка манги это у нас манга здесь во франции очень популярны как я уже говорил здесь огромные стеллажи просто в магазинах с мангой продается очень очень много ну естественно на французском языке она но фанатов здесь много и что более удивительно для меня было что даже сами японцы вот не на этом издании есть игра тэйлз офф grace's f там тоже мне есть то изданием потом покажу она идет тоже с двумя дисками там саундтрек и еще есть фильм документальный там даже не столько фильм просто интервью с этим чуваком главным наверное который по тэйлсом и вот он там говорит что этот фильм специально для французских фанатов то есть вполне возможно что вообще то издание было выпущено специально для франции вот он благодарит там французских фанатов он говорит что не только в японии любят но и есть любители в во франции то есть франция считается такой грубо говоря вторая страна по любителям аниме манги и тому подобного в мире наверное и вот такой у нас на очереди арт-бук здесь написано character book то есть персонажи здесь у нас только видимо будут идти он тоже в мягком переплете но не совсем мягком не таком как вот например был у killer is dead здесь немножко немножко сложно сказать как сложно объяснить более твердая твердая обложка все равно это даже немножко плохо потому что вот и и очень сложно так открыть чтобы не согнуть наверное но надеюсь я буду аккуратен ну и давайте тоже проект пролистаем немножко я все все посматриваю чтобы там хоть что-то вам было видно давайте полистаем на этих персонажей вот они шикарные картинки из игры два главных героя ну в принципе это все главные герои конечно очень клёвая игра очень красивая вот что меня удивило что она очень красиво но наверное вы видели уже когда я рассказывал про игру там фоном я включал даже в самом самом начале игры вы появляетесь бегаете поэтому городку университеты там где он учился персонаж и там вот эти светящиеся штуки так все очень классно гамма красивая цветовая дизайн дизайнерские решения именно красивые то есть не технически у нее графа классная а вот именно потому как нарисовали здесь тоже все довольно симпотно персонажи эмоции их тоже такой приятный бонус есть еще издание этой же игры есть издание с фигуркой но это уже немножко немножко дороже немножко другой уровень там уже нужно быть фанатом мне в принципе наверное этого достаточно главный персонаж тоже его эмоции все и и здесь вот мы кстати видим кого на какой странице можно найти я считаю приятная штука я в принципе не жалею что я взял еще одно издание в принципе вот этот артбук это книжечка и сама игра ну грубо говоря теперь это комплект то есть полный комплект что немаловажно и у нас остается экзилия 2 здесь у нас нет артбука к сожалению точно так же есть издание с фигуркой с главным персонажем там есть очень классный артбук вот из-за артбука я даже не столько из-за фигурки сколько из-за артбука хотел бы то издание но опять же там уже цены приличные поэтому пока будем довольствоваться тем что есть здесь у нас есть ленточка вот это ps3 открываем ее и перед нами предстают артбук фу артбук я уже совсем с ума сошел стилбук но не просто стилбук а вот с таким очень клевым как же он правильно называется все время забываю слив пластиковый ну рукав пластиковый давайте посмотрим что у нас входит что здесь на задней стороне нарисовано написано что в day one edition входит сама игра со стилбуком диск с саундтреком и ну и игра да то есть стилбук с саундтрек игра выглядит клево когда она новенькая это конечно еще более клево давайте доставать оп и мы видим блин прямо он 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 прям сияет блестит весь прямо новенький муха на нем как говорится не загорала очень круто вот эта штука вот эта надпись tails логотип tails of xd он выдавленный и он прямо очень приятный такой во первых покраска он выдавленный он так блестит как-то очень красиво я фанат конечно единственное что плохо вот здесь как видите нет стандартная вот как вот нам на большинстве стилбуков здесь вставочка такая с названием игры к сожалению у этого стилбука не так сделано вот сзади тоже сзади уже не выдавлен просто нарисован но все равно цвета такие как будто бензин от бензина разводы в лужах все так красиво приятная штука приятная вполне себе здесь у нас опять регистрационные карточки это не так важно у нас здесь тоже естественно есть мануал но кстати по ощущению сразу он тоненький очень то есть это даже наверное да очень тоненький буквально пять страничек всего лишь мануал ну игра уже из выходила довольно поздно она из последних в 2012 году игра выходила поэтому в то время уже началось такое вот отказывание от толстых и красивых мануалов на внутренней кстати стенке тоже ничего нет и более того я вам хочу сказать здесь нет логотипов стилбук то есть это не не от этой самой фирмы стилбук это видимо ну как то они своими силами именно поэтому наверное вот здесь вот само строение стилбука оно немножко не такое как как на привычных нам изданиях диск с игрой и оригинальный саундтрек один оригинальный саундтрек тоже на компакт диске компакт диском как видите здесь только выдавленности то снаружи мы видим все больше ничего ну в любом случае да наверное можно сказать что могло быть лучше но по-моему тоже неплохо на мой взгляд это неплохо стилбуки вообще мы любим надеюсь как и вы стилбуки это штука приятно интересная хотя конечно если их коллекционировать я представляю насколько больше они весят потом если куда-то переезжать или просто полки провисать будут если одни стилбуки собирать ну вот в таком сливе он он его защищает поэтому я думаю он продержится дольше ну и плюс у нас добавок ко всему у нас же есть такой уголок который тоже можно использовать как некий защитный прибамбас и вот так вот потом две их поставить во вторая сейчас у меня там еще книжку надо сложить все это в общем вот такая вот у нас красота показал я вам всю эту красоту надеюсь вам понравилось надеюсь вам было все видно чуть лариса вам передает привет говорит увидимся в следующий раз так ну что же и теперь мы переходим к самым вкусностям ну в сегодняшнем по крайней мере по крайней мере ролики это наверное да это будет последняя игра и для меня она самая вкусная игра это называется killer is dead от шикарной на мой взгляд студии grasshopper games японская тоже студия здесь такой рукавчик или как это называется это не простое это коллекционное издание в которой входит артбук шикарный там саундтрек но это мы сейчас посмотрим поближе у меня была стандартная версия вот она обычная версия этой игры хотя на ней написано limited edition но честно говоря в европейском варианте я не видел ни limited edition тоже немножко странно но когда я увидел у одного чувака вот это издание я конечно не смог устоять потому что я ну скажем так я фанат я хочу собрать все игры grasshopper games мне уже почти это удалось но еще кое-чего не хватает чем знаменита эта студия да тем что что люди которые в которые в ней принимают участие там есть троица японцев это судо 51 он же гоичи судо знаменитый вот здесь даже везде пишут девелопер судо 51 ну то есть это босс главный вот он очень модный чувак в японии такой рокер игры получается у него своеобразные даже панк я бы сказал больше игры у него тоже в играх присутствует вот это ощущение кто играл shadows of the damned или лолипоп chainsaw тот же killer is dead killer 7 наверное понимают о чем речь в то же время в этой студии они не на постоянной основе но иногда принимают участие Синди Миками который делал Resident Evil отец можно сказать Resident Evil который сделал шикарный прорывной в свое время четвертую часть Devil May Cry по-моему тоже это его работы и Акира Ямаок который писал саундтреки для серии Silent Hill тоже известнейший чувак ну то есть представляете она в каком-то смысле даже превосходит наверное лавры знаменитейшего Кодзимы Хидео Кодзимы который Metal Gear прославился ну вот они делают такие игры это игры как я уже говорил в начале ролика игры категории B которые мне нравятся которые не каждому зайдут которые не дорогие абсолютно они не не супер бюджет и там в них вкладываются но при этом есть вот свой стиль свой кайф вот вы видите здесь наверное крутится кадры из этой игры она очень стильная она очень необычная так же как и все в принципе игры от этой студии ну наверное большинству большинству больше всего нравится игра Shadows of the Damned они считают ее самой самой крутой из игр этой студии ну я не против я согласен но мне как-то они все по-своему нравятся та же Lollipop Chainsaw она тоже по-моему очень крутая очень стильная как визуально так и по геймплею там есть свои фишечки клевые стильные такие японские дичушки давайте перейдем посмотрим поближе на это шикарное красивое очень для меня ценное издание в моей коллекции мне это издание очень нравится вот видите я его покупал полностью новым абсолютно новым запечатанным в клееночке и уже ну здесь он он был немножечко ударен там где-то но тем не менее все равно уже вот этот уголок то есть облазит моментально этот картон в таком вот виде он абсолютно неживучий буквально там один раз где-то зацепил и он уже портится но давайте смотреть внутрь как у нас здесь все выглядит а выглядит у нас здесь больше ничего выглядит у нас все вот так стандартная игра она тоже запечатанная но я не буду распечатывать потому что у меня есть есть обычное издание вот как я вам показывал оно абсолютно идентичное ничем не отличается ни впереди ни сзади стандартное европейское издание которое как я вам уже говорил почему-то все равно идет с надписью лимитированное давайте тогда мы его посмотрим то есть то же самое здесь все просто ничего особенного никаких артов мануал с кодом который тоже использован мануал черно-белый зато вот хотя бы есть какие-то картинки персонажи арты не совсем все так уж сухо где просто текст здесь даже какие-то скриншотики присутствуют но вот вот это вот классно например такой арт это уже это уже прикольно жаль что он не цветной ну и давайте к самому вкусному перейдем остальное у нас вот в такой коробочке картонный вот здесь вот он так открывается и перед нами предстает саундтрек с игрой саундтрек естественно на компакт-диске то есть если у вас например в автомобиле до сих пор есть компакт-диск можно послушать его в машине а так дома я даже не знаю у кого там ну для любителей к сожалению у меня уже туго с этим разве что в машине я могу послушать и все но в любом случае я всегда доволен когда идет бонусный диск тот же саундтрек в любом случае для издания это всегда лучше приятнее далее у нас идет вот такой вот немножко странный бонус бонус фигурка вот здесь вот она у нас нарисована как вы видите вот так она должна выглядеть после того как мы соберем то есть вырежем вот это это все нужно вырезать оно просто просто распечатано на довольно тоненьких таких листочках это даже не картонные а просто такие тоненькие листы на которых вот это все нужно вырезать потом все это на местах изгибов там согнуть помучаться склеить и из этого должна получиться в итоге вот такая статуэтка что ли диорама бумажная не знаю как хотите так и называйте вот здесь еще показано о том как эти все части между собой склеить то есть ну очень специфическая штука конечно же не буду заниматься этим не буду вырезать и склеивать как вариант можно попробовать заморочиться и взять это все отсканировать и распечатать на какой-нибудь другой бумаге просто ради интереса посмотреть что из этого получится попробовать склеить но это когда вот говорится нечем будет заняться захочется себе проблем на голову найти то я может быть когда-нибудь займусь в целом естественно я не буду портить коллекционные экземпляры не буду использовать далее у нас идет большой и шикарный постер сложенный вот в таком виде он огромный он метр восемьдесят в высоту поэтому поэтому ну это просто нереально будет вам сейчас его показать во весь рост причем он стильный вот у нас там тети в общем он разворачивается он такой он в ширину не очень большой но зато в длину он там написано было где-то что он метр восемьдесят давайте давайте я вам попробую его сейчас вот фокусом как-то навести и показать его просто вот здесь на проблематично да вот это максимум надеюсь этого достаточно значит постер мы посмотрели и теперь у нас остается последняя интересность в этом в этом издании это артбук он к сожалению не в твердом переплете он обычный мягенький но довольно толстенький тут много страниц не знаю сколько они не пронумерованы а пронумерованы 64 страницы и он красивый на мой взгляд он очень красивый опять смотрю чтобы не бликовало сильно вот видите обложка с двух сторон ну и я не знаю стоит ли его прям полностью весь пролистать давайте так чуть-чуть выборочно по-быстрому пройдемся вот здесь у нас сзади вражеские модели врагов которые в игре попадаются здесь у нас вот шикарные моменты с тетечками с которыми мы ходим на свидание но те кто игру играли они понимают что там там такая ну это японцы любят имитация свиданий такая мини игра ты должен уметь уболтать ублажить как говорится даму это нас та самая медсестра которая нас лечит в игре ну и все женские персонажи здесь Наталья Кохару тоже вот у нас таких два совершенно разных амплуа скажем так еще женские персонажи это пошли это у нас боссы тоже концепты боссов тоже финальные модели не знаю если спойлеров боитесь может быть не стоит вам это видеть хотя думаю от одной картинки ничего страшного это боссы все продолжаются как видите дизайн довольно оригинальный это уже пошли вот этот босс этот сумасшедший просто тут если присмотреться вот на эту картинку надеюсь вам видно видите в какой позе и что вообще из этой девочки она превратилась в какую кракозябу страшную ну в общем дизайн сумасшедший фантазия у японцев она всегда просто это уже наши персонажи которые ну наша команда грубо говоря в игре это девчонка тоже из нашей команды так же как и это в общем подошли мы главному герою нашему вот такие вот арты мондо запа его зовут на мой взгляд симпатичный артбук очень неплохой бонус к собственно обычной игре и к тому что входит в издание я доволен могло быть конечно круче и дороже но они видимо хотели выдержать стиль игра в них б уровня и коллекционные издания тоже такое довольно недорогое не знаю сколько оно стоило на момент выхода но наверное не дешевле чем стандартная игра это уж точно так ну что же в принципе вот и все вот мы и посмотрели все игры о которых я хотел рассказать в первой серии все получилось довольно сумбурно я конечно много много думал об этом о том чтобы начать делать ролики мыслей было много но в итоге как это часто бывает взялся вот так вот с бухты барахты толком не подготовился единственное что я тут пару пару слов себе черкнул о которых потом хотел бы сказать вот сейчас как раз пришло время в конце ролика немножечко болтовни у меня уже там все карточки забиваются все батарейки садятся не получается слишком я наверное много взял нужно будет поменьше поменьше ролики делать по времени и может быть болтать меньше я не знаю в общем я еще пока ищу как правильно нужно делать эти самые ролики так вот темы о которых я бы хотел сказать во первых во первых я бы хотел передать привет всем всем моим коллегам коллекционерам которые тоже собирают коллекционируют игры которые у которых тоже есть каналы которые в принципе разделяют разделяют весь этот кайф который мы коллекционеры получаем когда вот держим в руках какое-то редкое издание игры или какое-нибудь особенное лимитирование издания всем вам ребят привет надеюсь вы смотрите мы с вами там с кем-то из вас мы общаемся иногда там в том же инстаграме например и в принципе не так много каналов которые я смотрю я вот в свое время там вписал на ютюбе там редкие игры для ps3 и буквально там вот есть за коллектор канал коллектор который не так уж не такой уж большой там подписчиков еще не очень много но при этом по именно теме ps3 мне очень понравилось мне было интересно привет и если смотришь привет тебе и надеюсь у тебя будут выходить новые ролики по playstation 3 играм потому что ну как-то не так уж часто они у тебя выходят а я с удовольствием их смотрю тот же самый аники сан красавец конечно у него все по красоте сам он очень позитивный интересный человек и коллекция у него уже шикарно но он не только по ps3 конечно собирает но по ps ки тоже у него очень много всего вкусно вообще это был такой необычный когда я первый раз его увидел точно так же вот в тот же день когда вписывал редкие игры ps3 наткнулся на один его ролик ну и такой знаете некий диссонанс произошел он так внешне по общению не совсем создает как бы ощущение того что человек там любитель тех же анимешек каких-нибудь няшных персонажей когда он там начал листать буклеты из японской какой-то игры где там всякие девочки анимешные такие пупи-пупи ну в общем это так было удивительно и мне это понравилось ну каждый ролик у него он такой очень позитивный и самое главное мне нравится что он популяризирует правильно я сказал это слово популяризирует 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 в общем рекламирует я не знаю как хотите называйте вот эту самую нашу отрасль скажем так коллекционирование это очень клево на западе это уже давно у нас это потихоньку только сейчас начинает набирать обороты и это интересно нужно обязательно общаться по сути я вот хотел тоже сказать что вот этот ролик эту серию роликов я надеюсь серию если все будет хорошо если вам понравится если вы будете напишите мне в комментариях вообще как вам все вот это мной сделанное и по сути основная основная цель моих этих роликов в том чтобы завести больше знакомств чтобы больше познакомиться с людьми которые разделяют этот эти интересы которые так же коллекционируют либо просто интересуются общение мне хочется общения очень этого не хватает потому что ну иначе зачем просто собирать для себя на полке там поиграть да это прикольно но гораздо приятнее когда ты с кем-то делишься чем-то кто-то тебе что-то подсказывает ты кому-то что-то подсказываешь если он чего-то не знает там нашел какую-то версию вот смотрите какую я нашел а там тебе бац говорят а ты знаешь что оказывается есть еще там какая-нибудь японская версия вот с такой обложкой показывают ну в общем понимаете да вот это общение это очень-очень важно в инстаграме сейчас немножечко я я сделал свою страницу в инстаграме специально для для коллекции там выкладываю фотки игр там всего того что мне приходит и там вот есть уже ребята с которыми общаюсь это блин это безумно интересно особенно для меня я живу в другой стране на русском языке уж точно здесь не с кем общаться французов особо в этой сфере ну я знаю в том же инстаграме там есть ребята но они все равно живут далеко то есть личного общения практически не происходит тоже поэтому ну скучно мне хочется мне нужно общение вот это наверное основная тема основная цель зачем я делаю этот ролик у меня уже есть канал он уже есть давно в каком-то смысле на нем уже много подписчиков но они подписались на друг по другой теме поэтому можно даже наверное не считать ну за исключением некоторых из них я думаю те кто сейчас смотрят и понимают о ком я говорю поэтому да это основная причина почему я хочу решил выпустить почему я решил выпустить ролики чтобы познакомиться поэтому очень прошу вас не стесняйтесь пишите в комментариях все что вы думаете в общем о том об этой теме конкретно о каких-то играх может быть у вас есть какая-нибудь инфа или просто поделитесь вы собираете или нет вы коллекционируете тоже игры может быть вы не playstation коллекционируете может быть для вас это там не знаю NES или что-то такое DnD все это все эти темы интересны для меня и мне хочется на них общаться на эти темы общаться сейчас вот только что опять закончилась очередная карточка все я неправильно рассчитал слишком много уходит 32 гигабайта карточка уже забита сейчас еще 8 забита вот у меня осталась последняя восьмушка перенесу наверное в следующий ролик то что не успел о чем не успел сказать сегодня тем очень много сейчас все немножко так сумбурно в голове я еще попробую это все разложить по полочкам чтобы более-менее внятно с вами общаться поэтому жду от вас как можно больше мнений вообще по поводу этого ролика по поводу темы что вы думаете что нужно изменить как нравится ли вам формат такой что вам больше нравится когда я больше говорю или когда просто больше показываю чего-то то есть все это мне интересно ролик первый естественно в моей голове еще не совсем сложилось как я это должен делать даже элементарно то что я снимаю вот на фотик который вроде бы делает по идее должен делать качественную картинку я даже не не сильно уверен правильно ли я отстроил фокус попадали ли там фокус игры все это я пойму только после того как скопирую все то что я отснял и сделаю ролик грубо говоря будем учиться на своих ошибках поэтому большое спасибо всем тем кто посмотрел передаю приветы приветы всем тем кто уже меня знает кого я знаю с кем мы общались уже раньше и надеюсь найти новые хорошие знакомства и коллег по цеху скажем так все ребята большое спасибо что посмотрели надеюсь до следующих видосов всем пока что вы что вы не вы что вы не не ли Продолжение следует...